Вы скажете, а что это за несправедливость такая? Почему я не знаю, за что страдаю? Чего Бог так сделал, так несправедливо всё? А поймите, что знание о своём прошлом и о своих ошибках является признаком просветлённой и развитой Личности, а к этому надо ещё прийти. Слава Богу, что родились в человеческой форме жизни, это уже хорошо для начала. Надо всё просто понимать, как устроен этот мир, что вот мы родились людьми, можем узнать всё глубже, это супер уже для начала. Но человек, понимаете, он не слишком развит для того, чтобы всё знать. Он только начинает развиваться. В Ведах описано пять стадий развития живого существа в теле. Первая стадия, здесь имеется в виду сознание, стадии, связанные с сознанием. Первая стадия по отношению к сознанию. Сознание — это энергия души. Мы души все, у нас есть энергия, сознание. И вот это сознание, оно может быть покрыто невежеством в разной степени. И описывается в Ведах, что когда сознание сильно покрыто невежеством, то душа не понимает себя и не помнит. Её жизнь называется сон без сновидений. Она как будто спит всю жизнь вечным сном, как царевна, да, спит царевна вечным сном. Она живая вроде бы, но при этом она спит, ничего не понимает. И у людей даже есть литургический сон, да, то есть жизнь, он живёт, но при этом ничего не помнит, не понимает. То есть у нас заложена эта опция. И тоже другая опция, тоже заложена. Люди перестают как люди себя вести, ведут себя как животные. Но сейчас мы не об этом. И так, это форма жизни в теле дерева. Ну то есть живое существо, душа живёт в теле дерева. Что это за жизнь такая? Оно спит, отдыхает, оно хотело выспаться. Не хотело, надоело уже всё, хочется просто счастья и всё. Не хочется упахиваться, ну, хочется просто счастья и всё. Хорошо тело дерева. Есть такая опция, можно вот только счастье испытывать. Много-много лет. Вы говорите, мне счастья не надо на пять лет, мне надо тысячу лет счастья. Хорошо тело дерева, тысячу лет растёт. Без проблем. И только счастье, больше ничего. И дерево, оно тянется к счастью, оно растёт. И оно засыпает всё сильнее и сильнее. Когда веточки обрезают, оно так, что такое? Вот, и растёт лучше. Поэтому дерево обрезают веточки, чтобы оно немножко встрепенулось. И оно, если это дерево доброе, то тогда оно кормит всех хорошими плодами. А если злое, тогда ядовитые плоды у него. Это характер дерева такой, вот разный характер у деревьев бывает. Добрые деревья, они копят хорошую судьбу и потом развиваются. И так далее. Есть следующая форма жизни, это сон со сновидениями. Это уже животная форма жизни. И она развивается. То есть, Дарвин говорит, что это сначала возникла бактерия, потом какой-то там произошёл мутация какая-то. И бац, она превратилась в черепаху уже. Ну потихоньку, как бы, и не то, что так сразу. Ну как бы из-за мутации. Но потом учёные, понимали, начали делать мутации, и ничего хорошего из этого не получилось. Они хотели создать естественный отбор. И они делали эти мутации. И все мутации, оказывается, ведут к деградации, а не к развитию. И они ни одной мутации не смогли сделать, чтобы живое существо обрело что-то лучшее, а не худшее. Понимаете? Ну и объяснили, что над миллиарды лет, вот из миллиарды лет мутации всё-таки выбирают что-то лучшее. Ну как бы я не против этих всех теорий. Я просто вам рассказываю то, что я узнал от старших. И то, что я сам научился видеть, понимать. В какой-то степени. Итак, вот смотрите. Мы медузы, мы медузы, мы похожи на арбузы. У них вообще почти нет сознания. То есть они ещё спят почти как растение. Поэтому эта форма жизни, она очень сильно похожа на растительную. Потом дальше рыба идёт, да? То есть рыба, она, у неё есть только страх в глазах и наслаждение. И больше ничего нет. Ни улыбок никаких, ничего. Вот она только боится и радуется, и всё в жизни. У них больше ничего нет. Посмотрите в аквариуме, на их глаза, увидите страх или счастье. Всё, больше никаких эмоций. Дальше идёт ящерица. У неё есть любопытство уже. Она проявляет сильную активность. Вот. То есть она уже такая, как бы, она уже изучает всё. Она такая, у неё гнев появляется, у рыбы нет гнева. Просто страх и наслаждение. А у ящерицы уже она, у неё тут всё раскрывается. То есть у неё появляются эмоции. Птичка, следующий, более развитый этап. Пробуждается, живое существо в теле животного, пробуждается. Сон со сновидениями. И птичка уже чирик-чирик-чирик. Она в глазах тоже только страх птичку посмотреть. Но она счастье через звук уже начинает излучать. Она поёт. И, допустим, птички, они могут, интересуются всем, что связано с хорошим звуком. Я когда молитву читаю возле дома, птички садятся слушать и подчирикивают. Они как бы, они это и занимаются по своим темам. Но им нравится, что вот кто-то позитивный звук издаёт. Главное на них не смотреть, потому что они очень пугливые. Если ты на них смотришь, они сразу улетают. А если не смотреть, делать вид, как будто бы их нет. Тогда они сидят рядом и подчирикивают всё время, пока ты молишься. Просто они боятся взгляда. Не надо смотреть на них. И всё. Потому что они сильно пугливые очень. Потом дикие животные, такие как зайцы, посадите зайца рядом с кошкой. Не видели зайца с кошкой рядом, нет? Зайца, он... Он как бы, у неё нет эмоций. А кошка, она... У неё более развитое сознание, то есть она и может улыбаться там, и даже может флиртовать там ходить. Ну то есть у неё более развитое сознание. Она общается там. Если её не пускают куда-то, она царапается, говорит, в чём дело. А зайца, он просто сидит и жрёт. И всё. Не как бы он никуда не царапается, не общается. Он просто, вот если вы зайца завели, он просто или жрёт, или не жрёт. Всё, и он боится ещё. Вот это он может делать. И он может наслаждаться, если вы её гладите. Он такой сидит, прижух такой. Ну надо жрать обязательно, даже в это время. Иначе никакого счастья. Ну то есть домашние животные перенимают сознание от людей, они более развитые. Есть дикие животные, которые могут быть более развиты. Это волки там всякие, допустим, кабаны. Но свиньи более развиты, чем кабаны. Почему? Потому что они общаются с человеком. И собаки более развиты, чем волки, потому что они общаются с человеком. Сознание передаётся от одного живого существа к другому. Поэтому и человек становится более развитым, если он общается с наставником, более развитым человеком. И так у животных постепенно пробуждается сознание, не просыпаются постепенно. Собаки иногда пугаются своего отражения и гавкают на него, а потом понимают, что это я. Они со временем уже узнают себя в отражении. То есть идет развитие сознания. Но никакое животное невозможно сравнить с человеком, потому что у человека сон, то есть у животных сон со сновидениями, а у человека уже пробуждающее сознание. Это уже не сон. Понимаете, он уже пробуждается ото сна, но все равно желания те же самые. То есть человек мечтает, он думает, я хочу счастья, хочу, чтобы у меня было все хорошо. И вот так вот все как бы. Это сон. Вот эти мечты, которые человек испытывает. Хочу такую жену, чтобы вот так ее трогать, кайф. Вот женщина тоже говорит, хочу, чтобы меня когда трогают, кайф был. Иначе что с ним жить сидим? Кайф не делает мне. Ну то есть это мечты. Мечты, как у животных. Вот животные точно так же этого хотят. И человек пока еще вот в этих мечтах, он не понимает, что он человек. Он не понимает, что ему нужно научиться более высокой любви, видеть чистоту в другом человеке, а не просто наслаждение от него. Мы пока этого еще не понимаем. И наша судьба заключается в том, чтобы это понять, научиться понимать. Потому что у нас пробуждающее сознание, а впереди еще три стадии. Вторая стадия называется пробудившееся сознание. Это когда человек начинает понимать, что были прошлые и будущие жизни, а вечные пробудившиеся сознание означает, надо жить по совести, нельзя бросать. Надо изучать законы Бога и жить строго по ним. Надо иметь наставника. Я вам признаки пробудившегося сознания, перечисляю. Надо иметь наставника. Человек с пробуждающимся сознанием понимает, что он не Бог, он грешник, и поэтому ему нужно иметь поддержки от старших, от природы, от людей. То есть он зависим от этого всего. А человек с пробуждающимся сознанием считает, что он сам все сможет. В этом разница. С пробуждающимся сознанием он понимает свою зависимость от всего и пытается найти свое место в этом во всем. Он вырабатывает смирение в себе. А есть еще бодрое сознание. И если вы скажете слово «святой», это означает бодрое сознание. Святой человек, он просветлен, он все понимает полностью, что происходит в этом мире. У него нет никаких сомнений в этом вообще. Он четко и ясно понимает все, что происходит вокруг. Но мы не можем имитировать святость, понимаете? Святой человек выдает себя абсолютным смирением, абсолютной чистотой. Он никогда не совершает глубоких поступков, он не выходит из равновесия. Он очень сострадателен и так далее. Есть качество святой личности. Кто бы из себя чего не корчил, в качестве святой личности есть качество святой личности. Мы не можем их имитировать. И даже чтение лекции не означает святость. Это просто профессиональные способности, может, какие-то. Святость — это другое. Это очень высокий уровень сознания, недоступный для обычного человека. Так, если вы пришли к человеку, который вам должен рассказать про судьбу, и он вас пугает, этот человек неквалифицирован, потому что он не понимает, как действует судьба. Судьба — это всего лишь то, что делает нас крепкими и развивает. Всё. Больше нет у ней никакой причины. Все препятствия, которые возникают для того, чтобы мы развивались, и человеку даётся ноша, которую он может вынести всегда. За исключением тех случаев, когда его ноша должна оборвать его судьбу, потому что он не может это вынести. И есть две опции. Или первая опция — он очень сильно начинает верить в Бога, и Бог по своей милости продлевает ему жизнь. И вторая опция — Бог обязательно ему даст знание о том, что у него здесь всё заканчивается. И успокоит его в этом вопросе. Другими словами, нет никакой несправедливости. В этом мире. Иногда мы справляемся с своей судьбой, иногда не справляемся. Значит, будем справляться в следующей жизни. С точки зрения нашей жизни психическое тело не умирает. Оно живёт всегда, пока мы живём в этом мире. Оно не умирает. Оно с этой точки зрения как вечное. Но в нем постоянно меняется и копится судьба, в зависимости от наших желаний и поступков. Постоянно меняется и копится. Если бы вы научились помнить себя в прошлом, у вас бы не было сомнений. Но человек не помнит себя в прошлом, потому что слишком знакомо всё, понимаете? Я разок... Во снах мы видим свои прошлые жизни часто, но не понимаем этого. Часто мы видим свои прошлые жизни, потому что мы это связываем с этой жизнью часто. Человеку очень трудно ориентироваться в своей памяти. Люди говорят, память — это иллюзия. Память — это не иллюзия. Это контакт с какой-то частью нашей реальности. Но так как мы нашу реальность не осознаём совсем, поэтому для нас это иллюзия. Память всегда контактирует с реальностью, она никогда не контактирует с чем-то другим. Память связана с судьбой. Когда человек вспоминает свою жизнь, в это время из судьбы идёт звук. Этот звук мы не слышим. Звук судьбы мы не слышим, потому что он сразу вызывает воспоминания о себе. Итак, судьба звучит в сердце человека. Больше того, она не только в нашем сердце звучит, она также звучит в сердцах наших близких, а также начальника завода, моя судьба. Понимаете? То есть моего начальника имеется в виду. То есть моя судьба очень сильно связывает меня со всем, что связано со мной. И в зависимости от того, что мне положено, непреклонно идёт влияние на всех этих людей, которые со мной связаны. Непреклонное влияние. Понимаете? Непреклонное влияние. Не то, что у него есть опция. У него есть опция. Если это духовно развитый человек, он может подарить тебе милость свою и не сделать так, как судьба его заставляет. Вот допустим, вот здесь кто, женщина какая со мной разговаривала? Вы, да? Вот кто из вас здесь на первом ряду со мной разговаривает? А вот вы, да? На втором. Вот вас судьба сейчас толкает бросить мужа. Она толкает вас сейчас, заставляет это делать. А если вы разумный человек, вы можете подарить ему милость и не бросать его. Но на сердце у вас будет осадочек после этого. Останется осадочек. Блин, чего же я его не бросил? Вам будет тяжело, понимаете, что вы взяли и не бросили. Хотя на самом деле это грех бросать близкого человека. Это неправильно. Это разрушает вашу собственную судьбу. Но так как это положено по его судьбе сейчас, то вы как бы не можете его не бросить. Вам хочется бросить. Понимаете, так действует его судьба на вас сейчас. Но это также и ваша судьба. Потому что Бог вас испытывает на вашу прочность сейчас. Вы хороший человек. Бог вас испытывает, чтобы вы стали еще лучше. В этом заключается цель человеческой жизни, а не то, что вам надо подчиниться этому приказу. Некоторые говорят, ну я не могу, потому что это очевидно, что мне надо бросать, но я не могу с этим человеком жить. Это не очевидно, что вам надо бросать. Желание является всего лишь влиянием судьбы. И все. Это не означает руководство к действию. Желание – это влияние судьбы. И так судьба действует через желание. Все, чего мы хотим, это влияние судьбы или нашей, или близких людей. Но это также наша судьба. Все наша судьба. Но в нее вплетается еще судьба близких людей. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, кто виноват, что я болею? Мама или папа? Вы в прошлой жизни заслужили болезнь, и поэтому получили родителей, которые также болеют этой болезнью. Чтобы также и на уровне тонкого тела это все передалось вам. Но они не виноваты. Вот если они вылечат себя и помогут вам вылечиться, это будет милость. Но вины у них в том, что вы болеете, нет. Виновата ваша жизнь. С прошлого. Поэтому маленький ребенок рождается уродом. Не потому что мать виновата, там у нее была неправильная жизнь и сжала матку, и в результате у нее была родовая травма. Это факт, что так и было. Но это влияет судьба этого, собственно, судьба этого ребенка. Потому что когда человек делает, калечит кого-то в прошлой жизни, он в этой жизни рождается покалеченным. Понимаете, судьба эта штука очень жесткая. Она действует непреклонно. Но есть определенная опция. Итак, вы насчет астрологов усвоили, что есть наставники, люди развитые, которые, когда, если они видят судьбу, пусть даже в карте, они вам подсказывают, как ее исправить. И больше, кроме этого, ничего. Вот что они могут подсказать, то они говорят. А что не могут, они просто молчат. Потому что нечего болтать. Если ты не можешь помочь человеку, лучше молчи. Бог поможет ему вместо тебя. Понимаете, да? Но если ты говоришь то, что ты не можешь исправить сам, это проклятие. Потому что человек тебе верит. Не слушайте таких людей. Если вы сходили к какому-то астрологу, и в вашей жизни возникло препятствие, которое он вам не помог решить. Поднимите руку, у кого так было. Значит, человек неквалифицирован, не слушайте его, не принимайте всерьез то, что он сказал. Хотя, возможно, в этом есть доля правды. Но всего лишь доля, маленькая, которую не следует никак воспринимать. Знаете, что по-настоящему видение судьбы возможно только, когда ты можешь ее победить. Например, если тебе дано увидеть какое-то событие, это значит, ты его можешь победить. А если ты не можешь победить это событие, ты его и не увидишь. Потому что контакт с каким-то событием может произойти только через его победу. То есть, другими словами, тот человек, который может побеждать судьбу, он и видит событие, и рассказывает, как побеждать сразу же. А те люди, которые говорят о событии, и не могут побеждать, но при этом говорят, они всегда ошибаются. Потому что так видение судьбы вообще в целом не работает. Понимаете? Поэтому никогда не верьте этим людям, которые вас пугают. Особенно эти бабки-гадалки, это уж вообще низкопробный вариант. Они действительно чувствуют судьбу, но они чувствуют судьбу через духов. Понимаете, есть такие злые духи, которые чувствуют судьбу, и они всегда настраивают человека как? На испуг. Потому что когда человек пугается, он связан с этим злым духом. Таким образом человек подседает на духа и становится психически больным. Для этого достаточно просто человека сильно испугать и ввести ему в сознание сверхценную идею. Точно такие же и духи, они действуют также через разные психологические техники. Например, если вы пришли на голотропное дыхание, начали резко дышать, для того, чтобы узнать свою судьбу, у вас есть как бы идея, настрой, и вы раз подышали, а потом бац, и увидели что-то. Знаете, что в это время, когда человек ослабевает в результате частого дыхания, и в его сознание входит дух, которого целью является показать ему то, что привязывает человека к этому духу. И человек начинает верить, что он увидел свою прошлую жизнь. Но знаете, увидеть свою прошлую жизнь – это награда, а за дешево ничего не купишь. Я разок в Джаганадхапуре был, и там люди продавали кораллы, говорили, что мы сами их добыли в море. Я приехал потом к специалисту по камням, показал, он говорит, во-первых, в Джаганадхапуре кораллы не добывают, чтобы вы знали. А во-вторых, чтобы вы знали, он сказал, никогда никто, даже если он добыл коралл настоящий, за дешево его не продаст, потому что у него есть своя цена. И так я узнал про камни, что никакие камни дешево, натуральные не продаются, потому что дураков нет. Точно так же и про судьбу я вам могу сказать. Бог не даст вам за дешево знания о вашей судьбе, потому что это знание является признаком сильного развития личности, и это знание также является благословением. Человек не может узнать больше, чем ему положено, поэтому не надо лезть в эту сферу, идти к этим гадалкам всем, они вас будут только пугать. И все. Лучше идите к мудрым человеку, чтобы он вас благословил, потому что благословение – это и есть та сила, которая меняет судьбу, даже если ты не знаешь, в чем это изменение произойдет. Итак, судьба связана с влиянием времени. Что такое время? Время – это сила, которая действует и на тонкое тело, и на грубое, но она не действует на душу. Душа имеет вечную природу и не погибает под влиянием времени. Мы души, мы бессмертные абсолютно, у нас есть психическое тело, или тонкое тело, как веды говорят, которое живет с нами вместе только потому, что мы живем здесь, в материальном мире. Мы должны знать, что мы вообще жители духовного мира, а не материального. Мы жители духовного мира, а не материального. Там в духовном мире нет тонкого тела и нет судьбы. Там есть духовное тело, и судьба живых существ, которые живут в духовном мире. Все возрастающее счастье, о котором мы мечтаем. То, что мы хотим, чтобы счастья все время было больше, это как раз и есть жизнь в духовном мире и в духовном теле. Но если говорить о материальном мире, то здесь счастья все время становится меньше. Ну, естественного счастья. Человек рождается, у него очень много естественного счастья. От ребенка куча естественного счастья исходит. И люди все обожают детей. Вот если сейчас ребенка сюда поставить, вы не будете на меня смотреть, вы на него будете смотреть. Почему? Потому что от него исходит больше счастья, чем от меня. Вот и все. Все очень просто. Вот. И он чувствует это счастье сам, поэтому он доволен, что он родился. Но если бабушку больную поставить сюда, вы не будете на нее смотреть, вы будете на меня смотреть, потому что я помоложе. Итак, человек хочет счастья в этом мире. Мы все хотим счастья, но мы живем для знания. И мы получаем счастье как награду всегда за знание, за то, что мы правильно начали жить. Есть другой вид счастья, который само по себе приходит в этой жизни. И не надо сильно его ждать и мечтать о нем. Алло, у тебя все хорошо, все хорошо, у меня все хорошо, ну хорошо. Понимаете, не надо о нем ждать и мечтать, потому что оно все равно само придет само собой. Вот то счастье, которое положено человеку, из сердца приходит само собой, и не надо его ждать и о нем мечтать, потому что оно все равно придет само собой. И само собой и уйдет. И поэтому просто оставьте это в покое. Если вы хотите жить счастливо, тогда стремитесь к тому, что не придет само собой. А это приходит через совершенствование личности. Все, что связано с нашими желаниями, допустим, девушка захотела замуж. Это придет само собой, потому что ты девушка. Вот родилась девушка и выйдешь замуж. Родишь детей. Теперь скажешь, не все же девушки выходят замуж, не все рожают детей. Да, это означает, что есть препятствия, которые надо преодолеть. Но если ты родилась девушкой и развиваешься как личность, ты преодолеваешь это препятствие и выходишь замуж. И преодолеваешь еще одно препятствие и рожаешь детей. Но если ты будешь ждать все время, тогда ты ничего не преодолеешь. Потому что в ожидании плохая судьба не побеждается. Она побеждается только в развитии, когда человек развивается как личность. Само ожидание не помогает. Люди, которые ждут хорошей жизни, когда же, когда же, когда же, они просто зря тратят время. Потому что никогда или побеждай, или успокойся. И так на тело, на грубое тело время действует. Оно старит, грубое тело, время. Двумя способами. Первый способ постепенно старит, медленно очень, постепенно. И этот способ всех устраивает, понимаете? Вот если, допустим, я вот естественным образом как бы уйду из этого тела, помру, не хорошее слово, потому что я буду жить при этом, понимаете? Это обман. То есть если я уйду из этого тела, 85 лет, 90, вот я, естественно, это означает, что как раз подействовало это постепенное старение. И меня это будет очень устраивать. И каждого человека, я уверен, тоже. Почему? Потому что, ну, нормально пожил. Что, как бы, 85, нормально. Если вам сказать, 150, нормально, скажешь, да ладно, ты прекрати. 85, 90. Мы знаем, сколько действует вот это постепенное старение. Мы все знают. И поэтому люди, в принципе, удовлетворены. Согласны, да, что нормально так вот пожить? Постепенное старение всех устраивает. Не устраивает циклическое старение. Оказывается, есть еще циклы влияния на тело, которые вызывают в теле очень серьезные проблемы. Вот я, допустим, живу здоровым образом жизни, там, позавчера пробежал 15 километров, чувствую себя отлично, сегодня три раза нырнул в проруби, вот, чтобы вам лекцию прочитать, чтобы силы были. Ну, то есть, как бы, здоровым образом жизни живу. Но в ноябре прошлого года у меня кончились силы физические, неожиданно, и психические тоже. И не камешки мне перестали помогать, они даже меня перегружать начали, я все снял с себя, потому что мне плохо во всем этом. Только пробежки, там, аскезы, пост мне помогали. Все остальное мне ничего не помогало уже, искусственно какие-то способы не помогали. И я увеличил свою молитву, мне было очень тяжело молиться в это время. Я всех предупредил своих знакомых, говорю, на меня не рассчитывайте в вашей жизни, потому что у меня на себя даже сил не хватает. И в это время в декабре уходит из жизни мой отец. Почему? Потому что я уже не мог ему давать силу, у меня на себя не хватало. И я ничего не мог с этим сделать, хоть я и всю жизнь этим занимаюсь. Я не сильно пострадал, то есть я выжил и ему помог, потом я за него молился, я чувствовал, что с ним происходит, какие трансформации, молился, молился постоянно. Даже во сне пару дней я не прекращал молитву, я как-то так молился и во сне, хотя я спал в это время, это удивительно было видеть, Бог мне дал возможность молиться даже во сне. Ну, пару дней так было. Не то, что я всегда так делал, нет. Когда мне нужно было, сильно Бог мне помог. Вот. Я не буду вам подробности рассказывать того, что я видел, происходило с моим отцом. Это очень конфиденциальная информация для меня. Я много чего рассказываю, из-за этого меня критикуют про себя, говорят, хвалятся. Но эту информацию я не хочу рассказывать, потому что очень конфиденциальная. Но так или иначе, прошло какое-то время, мне стало легче. Я начал восстанавливаться. Не то, что вот все теперь как бы суши весла, потому что тебе плохо, значит навсегда. Так часто люди думают. Ну, мне плохо стало, два месяца прошло, все, значит все, я не жилец. Это цикл, понимаете, циклическое влияние. Потом опять будет жилец, пройдет этот цикл. Но если ты в этот цикл не напрягся, со своим здоровьем, может так, что тебя этот цикл срубил на какое-то количество времени, какое-то количество твоих сил физических. И ты потом выкарабкиваешься много лет. Вот. А может так срубить, что ты и не выкарабкаешься, понимаете. Вот о чем речь. Поймите, что вот эти циклы, это сильное испытание, навшивость, как человек живет. Есть три типа силы, которые продлевают жизнь и убирают эти циклические влияния. И все люди, которые не делают эти три вещи, эти люди просто ленивые, и они не хотят жить долго. Вот и все. Или не знают, что это так. Чаще всего объединяются два в одном. Итак, первое — это пост. На воде. Не обязательно на суку. На воде. Пост очищает тонкие психические каналы. И вот это влияние времени, которое сблокирует эти тонкие каналы, создаёт хронические заболевания, циклическое влияние времени на грубое тело. Оно лечится постом. То есть пост отодвигает это влияние от тела. Время не может справиться с постом. То есть ты постишься, и вот эта тонкая энергия, которая должна забрать твою жизнь, она перестаёт иметь на это способность. Я не говорю про те случаи, когда уже на 100% положено. Это другая тема. Чаще всего это не так. Чаще всего человек погибает раньше времени. Просто потому, что он неправильно жил. Это мой вывод, который я вижу по себе и по другим людям. Я изучаю это не понаслышке. Я вижу, как работает тонкое тело. Я когда бегу, я почему бегу 15 километров? Потому что я вижу, как прочищается тонкое тело. Когда я сижу в бане, я сижу столько, сколько надо, чтобы прочистилось тонкое тело. Я потому что вижу, как это происходит. Там есть 4 слоя в тонком теле. Когда я бегу, допустим, 15 минут, где-то 18 минут, у меня только начинает очищаться организм от влияния времени. Потом еще 20 минут где-то прочищается первый слой. То есть уже получается 38 минут. Бега, прочищается первый слой. Это значит, что у меня не будет кожных болезней, сильно развитых, болезней пищеварительной системы, слизистых оболочек, лимфатической системы, рак лимфатической системы не будет. Не будут страдать капилляры в организме, аллергии не будет. И так далее. Кожных болезней тяжелых. Вот 38 минут бега для меня. Прочищается первый цилиндр, первый слой тонкого тела. Следующий еще через 20 минут. То есть это уже 58 минут. Надо бежать. Два слоя прочищаются. Третий прочищается через час. Соответственно, 18 минут. И через час 38 минут прочищаются все 4. Это как раз для меня 15 километров где-то. И надо бежать где-то час 40 для меня. Чтобы все 4 слоя прочистились. Такова цена жизни, понимаете. И я в обычном состоянии, вот сейчас, если я не бегаю, у меня в 64 год заканчивается активное долголетие. Обычно у всех и жизнь заканчивается. В это время. Начинаются тяжелые болезни и все. И дальше человек просто косит. Вот. Когда я пробегаю 15 километров, у меня продлевается продолжительность жизни активного долголетия до 86 лет. на 22 года. А потом опять начинает уменьшаться. То есть я могу бегать только раз в 5 дней. Раз в 5-6 дней такие расстояния. Иначе у меня организм изнашивается. И я не мог бегать так долго сразу. То есть 2,5 года я увеличивал дистанцию, потому что понял, что мне для жизни это очень сильно надо. Я начинал с 500 метров, больше бежать не мог. Задыхался. Точно так же 2,5 дня поста очищает полностью тонкое тело и продлевает жизнь. Точно так же 1,5 часа неподвижного положения тела статического продлевает жизнь. Есть 3 типа старения, которые человеку дает время. Первый тип старения называется напряжение в теле. Есть 2 типа напряжения. Одно человека сковывает, он не может двигаться, а другое вызывает боль в суставах, в позвоночнике, в кишечнике, в голове. То есть все виды боли это тоже напряжение. А так же расстройство психики это тоже напряжение. Есть 3 стадии увеличения этого напряжения. Первая стадия просто скованность и что-то побаливает. Вторая стадия это хронические заболевания, такие как полиартрит, гастрит, вернее спазмы в желудке, головные боли и так далее. И третья стадия это инсульт, инфаркт, шизофрения. Это терминальное развитие вот этого напряжения, то есть время через напряжение таким образом забирает жизнь у человека. Если уже психическое заболевание, даже у ребенка, это означает третья стадия напряжения. ДЦП, аутизм, это уже около третьей стадии напряжения. И напряжение снимается только двумя способами. Это длительное непрерывное движение, спокойное, плавное, и длительное непрерывное, неподвижное положение тела. В хорошем настроении. Потому что без хорошего настроения человек не всасывает силы, побеждающие напряжение. Эти силы находятся в природе. Поняли? Напряжение, вот вы, допустим, скажете, у меня полиадрита, у меня позвоночная, у меня головные боли, а у меня спазмы, а у меня послесультное состояние, а у меня то, а у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод. Все это лечится только длительным движением и непрерывным стоянием. Все. Потому что эти два действия, они дают силы организму побеждать вот этот вид влияния времени. Второй вид влияния времени увеличивает жар в теле. Это означает воспалительные заболевания, которые на второй стадии превращаются в язву желудка там и хронические воспаления. А на третьей стадии этот жар превращается в ревматизм, в туберкулез, в неспецифический язвенный колит и так далее. Заболевания, которые, как говорят, системные заболевания организма или тяжелейшее воспаление в организме. Все это третья стадия влияния жара. Жар лечится статическими упражнениями и пост. Вот эти два вида аскезы убирают жар в теле. Человек остывает. Также помогает зелень. Зеленая пища убирает жар в теле. Допустим, у человека сахарный диабет это жар в теле. Зеленая пища, статика и пост на воде убирает жар в теле, продлевает жизнь человека, у кого сахарный диабет. Астма тоже жар в теле. Аллергия, кожные болезни все это жар в теле. И третий тип старения это когда у человека сначала токсины, горло болит, у кого-то лишний вес, у кого-то токсины. Это одно и то же. На второй стадии доброкачественная опухоль, на третьей злокачественная. Это все побеждается с помощью поста и длительного непрерывного движения. Видите, три типа аскез побеждают три типа старения человека, но по два. По два. Допустим, опухоли побеждаются длительным движением плюс постом. Напряжение длительным движением плюс статическим упражнением. Жар статическими упражнениями плюс постом. Видите, три типа аскезы побеждают три типа старения тела, циклического старения тела. От чего чаще всего люди и погибают. Теперь вы меня спросите, а кто будет жить долго, Олег Геннадьевич? А долго будет жить тот человек, который хочет совершать эти аскезы. Несмотря на то, что хочется спать, лежать и некогда вообще бегать. Это у вас, Олег Геннадьевич, очень много времени, а вот у меня некогда бегать. Замечательно. На свидание есть время ходить. Фильм «Мертвые не потеют», есть время смотреть. А бегать нет времени, потому что нет знания. Вот и все. Итак, человек, который сказал себе, или ему сказал доктор, допустим, он пришел к врачу, доктор сказал, «Теперь вам нельзя много ходить, у вас суставы больные, и вы их не вылечите, это теперь на всю жизнь. Надо жить на лекарствах, потихонечку ходить, и так ходите потихонечку, вы пока не начнете ходить под себя. Этот человек вам не поможет, он не знает, что такое здоровье, и что такое победа над судьбой. Если у человека суставы больные, он должен потихоньку ходить очень долго, пока не начнет ходить быстро. Так он побеждает болезнь суставов, и он должен потихоньку стоять неподвижно, тоже долго, пока эта болезнь не отойдет. Два типа аскезы побеждают все суставы, все головные боли, и все прочее. И не надо думать, что есть что-то другое, все остальное это помогает. Допустим, если вам дали какие-то травы, пиявки, иглоукалывание, камни, гомеопатию, все-все-все-все, что вы только узнаете о лечении, все это просто балансирует энергию в организме. А чтобы энергию получить для победы над судьбой, нужно делать три типа этих аскез. А если у вас нет этой энергии, вам не поможут эти лекарства, это все будет просто бесполезно. Мы начали лечить людей, и заметили, что в какое-то время лечение наше перестает действовать, люди перегружаются от него, и мы поняли потом, почему, потому что человеку не хватает трех вот этих вещей. Батарейка разряжается лечением, и все. И дальше человек не может лечиться, пока он ее не будет заряжать. Узнали о судьбе, которая влияет на тело. Теперь переходим на судьбу, которая влияет на психику. В ней тоже есть два типа старения. Первый тип старения, это когда вот маленький ребенок, у него в единицу времени мало плохих событий происходит, а взрослый человек намного-намного больше. Вот это и есть старение тонкого тела. То есть каждую единицу времени все больше и больше нахлобучивает человека с возрастом. Поэтому люди пожилые начинают гнусеть постоянно. Что они гнусят? Потому что они не выдерживают вот этого влияния времени уже. И зачем это все надо? Потому что психика человека предназначена для самосовершенствования. Если человек развивается как личность, он способен переваривать психически все эти этапы увеличения, увеличения трудностей в жизни, которые идут с возрастом. Он способен это побеждать. Поэтому чем взрослее человек, тем больше он должен молиться, желать всем счастья. Это аскезы для ума уже. Понимаете? Есть для тела аскезы, которые проливают жизнь. А есть аскезы для ума, которые делают человека осознанным, чтобы он ни маразматиком не стал к старости. Почему люди маразматиками становятся? Потому что вот эта тяжелая судьба накапливается, и психика уже в ней не может жить. Это не то, что холестерин накопился. Понимаете? Холестерин это после этого уже происходит. Когда тонкое тело не движется нормально, то дальше происходят все болезни от этого. Потому что тонкое тело, психика контролирует здоровье. Она и психическое здоровье, и физическое психика контролирует. И с каждым годом жизни все больше трудностей наступает. И если человек не прощает, не дарит людям счастье, то есть прощение, аскеза направлена на служение другим, лишение себя чего-то, молитва, вот естественные способы очищения психического тела от трудностей судьбы. Если человек этим не занимается, а просто работает, живет как обычно, то у него, несомненно, психика становится все туже, 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 и потом дальше депрессия или психопатические какие-то расстройства, бессонница, там обида непреодолимая, стресс, сильная эмоциональность, неконтроль себя. Это все означает, что судьба уже не преодолевается человеком. Он не способен уже сейчас это делать, если он не начнет жить правильно. И это означает, что цель человеческой жизни научиться жить правильно. Не научиться иметь хорошую зарплату, не научиться там детей вырастить, ни квартира, ни дом, а научиться жить правильно. Вас жизнь заставит это делать. И есть еще циклические влияния судьбы на психику, циклические влияния. Это мужа не люблю. Все. Это циклическое влияние. Люди думают, все это навсегда. А потом, когда мужа бросила, мужа не люблю, думает навсегда, мужа бросила, прошло полгода, опять полюбила, а у него же другая. Блин, что же такое? Что-то мне не повезло. Тебе не повезло, ты просто не знаешь, как судьба действует. Сегодня мужа не люблю, завтра опять люблю. Так действует судьба. Не надо в это верить, понимаете? Это ошибка мышления. О, у меня все, у меня холод к нему уже два года. Поднимите руку, от кого пришла эта мысль ко мне? Уже заканчивается все. Уже сейчас нет холода. То есть наступает другой период уже. Все. Бросили уже? Нет еще? Повезло. Через месяц опять потепление. Уже пошло потепление. Уже лучше, чем полгода назад. Полгода. Мои хорошие, это хорошо знать. Очень хорошо знать, что меня ждет. Вас ждет только счастье всех. Только счастье и победа над своей судьбой. Потому что вы хотите развиваться. Вы уникальные люди. И вас ждет только счастье. Поднимите руку, кто уже стал счастливее, чем год назад. вы станете еще счастливее. И даже бесконечно сильно счастливее. Вы даже не представляете, насколько вы все будете счастливее. даже не представляете. Потому что вы встали на правильный путь в жизни. Вот что нас ждет. Понимаете? Не надо ни во что другое верить. Вы являетесь господами своей судьбы. Вы господа своей судьбы. Ваш гороскоп это ваша будущая победа над судьбой. Все. Больше нет никаких гороскопов для вашей жизни. Просто поймите, что надо дальше развиваться, продолжать. Не ломайтесь. Есть несколько способов слома. Первый способ закрутило, завертело, и человек перестал развиваться. Означает или сильное страдание, или сильное счастье. Это первый способ разрушить человеку судьбу. Когда сильное страдание приходит, или сильное счастье. Сильное счастье закрутило некогда. Сильное страдание закрутило некогда. И второй способ, когда человек разрушает себе судьбу, это оскорбление. Не оскорбляйте свою родину, не оскорбляйте старших, не оскорбляйте нищую веру, не оскорбляйте никакого человека, который ведет себя неправильно в жизни. Потому что любые оскорбления разрушают жизнь человека. Потому что мы таким образом роль Бога выполняем. Мы как Бог себя ведем. Мы говорим, да чё это, я бы на твоем месте там. Хорошо, Бог говорит, хорошо, мы тебе сделаем на твоем месте. Не волнуйся. Посмотрим, что с тобой будет дальше. Видите, три способа разрушить себе вот то, что сейчас я вам пообещал. Запомнили? Слишком много счастья будет, не надо отступать, идите вперед. Слишком много страданий будет, не отступайте, и никого не оскорбляйте никогда. Не читайте сплетни ни о ком в интернете. Запомните, развитие означает видеть больше и больше чистоты, а не видеть больше и больше грязи. Как некоторые люди говорят, я в эту духовную практику пришел, и теперь увидел здесь всю грязь. Молодец, не зря время потратил. Субтитры сделал DimaTorzok